Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот мы по утрам записываем ролики, это занятия, которые я проводил в Потеряевке, попросили озвучить их. Ну пришлось из первого, шестого и девятого тома открытым оком взять их, обработать и сейчас насчитывает. Троица. Самые четкие свидетельства о Троице, где об этом говорилось в Ветхом Завете. Ни один пророк это слово Троица даже произнести не мог. И что говорится, это очень туманно и неясно. Понятие о Боге как едином и вечном, едином Творце самое четкое у иудеев, сохранилось и до ныне. Любого еврея спроси, и он скажет, что Бог един. Мусульмане твердо придерживаются этого также. Монотеизм. Понятие же о Троице открыто только христианам. Кто не признает святую Троицу, тот и не христианин. А о Боге Отце знал и первобытный человек, а Сыне открыто полностью только со Христом. Матфея. Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. О Духе Святом в полноте, доступной для человека, открыто или отрыто. Немногим, и откроется только вечности. Век Отца до Христа, по доступности, по вниманию. Век, эра, о Сыне Божием, проповедь и век Духа Святого, когда все во всем будет Бог в Духе Святом. Этот век Духа пытаются здесь, на земле, сами люди устроить и обещают светлое будущее. Этот эксперимент в России обошелся в 100 миллионов голов, по слову Достоевского, которого люто ненавидели большевики-сатанисты. Вот щупайся в Анатолий, зубами бы ты взорвал. Что тебе нужно сегодня больше всего? Чтобы тебя все понимали, это дьявол тебе и принесет. Такие люди есть, кто ведет тебя в такое общество, где тебя все будут понимать больше, чем ты сам себя понимаешь. А тебе этого как раз и не надо искать, потому что ты сам себя еще не понимаешь. Не надо искать такого места, где тебя все будут любить. Такого места не было и не будет никогда. Посмотрите, как красиво вокруг. Выпоют птицы, земля плодородная, воды хорошей много, а жизни никакой нет. То Китай сбоку лезет, то война, то революция, то болезни, бациллы. И спрашиваешь, почему Бог не дает просто? Нормально жить на этой земле. Тут это окаянная перестройка мозгов. Но нам дали возможность хотя бы вот этот участок земли обработать. А при коммунистах и этого мы не могли думать. И вот нахожу, что оказывается, каждому поколению Бог дает свои испытания. Все начинать сначала. Показать, на что ты способен. И если бы не эти испытания, то мы так бы и возились со своими свиньями и забыли, что есть вечность. Вообще-то мы хорошо уже знаем, что какая-то вечность все же есть. Но живем так, будто ее никогда не будет. Вот так бы и жили. Жили, не болея, сохраняя все правила сохранения здоровья. Изучили бы все экономические и политические законы. А дальше-то что? Чтобы рождались и не умирали. Но Бог дал коротенькую жизнь. И готовит нас к вечности. И чтобы мы трудились над своей душой. Чтобы здесь, на земле, мы нашли Бога. Деяние. Да бы и не искали Бога. Не ощутят ли Его? И не найдут ли? Хотя Он и недалеко от каждого от нас. Из нас. И чтобы в этой переплавке изменились. И помним ли, что для нашей вечности ровным счетом ничего не значит. Имею ли я детей? И засеял ли я поля? Если достиг цели главного, как молитва Парфения Киевского, заканчивается. Доведи нас всех до Царствия Твоего Небесного, желаемой пристани. Чтобы в Царствие Божие попасть, нужно подготовить себя и стать сродственным тому, каким будет человек в вечности. Вечности. В вечности. Да. В тот образ, все время преображаться. Почему Григорий Ницкий говорит, что даже крещение с полным погружением ничего не дает, если мы не стали сродственными Христу Богу? В Ветхом Завете, хотя не ясно, говорилось о Святой Троице от Исаии. И взывали они друг ко другу и говорили. Свят, свят, свят Господь Савов. Вся земля полна славы Его. Матфея. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В день Пятидесятницы заговорили на иных языках. А мы свой потеряли. А мы свой потеряли. А мы свой потеряли, да. Если там Дух Святой давал силу возвещать о великих чудесах Божьих на языках Вселенной, то мы, как одержимые Духом немым и глухим, потеряли Евангелие. И какой журнал не откроешь православный, одно только и пишут, что храмы строят, иконы мироточат, кровоточат, благоухание источается, мощи и канонизации. И ни слова оправданию этому увлечению фетишем нет в Библии. Храмы наполнены людьми, совершенно не понимающими того, что читается. Лопочут о сакральности славянского церковного языка. А нужно только одно говорить. Понятно и непонятно. Это решило исход при Вавилонском столпотворении в Депятидесятнице. Понятно и непонятно стало. А тут было непонятно и стало понятным. Дух заблужденец сжег православное вероисповедание. И осталось одна кожура внешнего благочестия, трепета перед предметами. Видите, там они были один язык, и вдруг разделились, не понимают. А в День Песнятица разные народности стали понимать. В одном человеке все. И пишут об иконах, как о живых существах. При была, в ее присутствии, при ее осенении. Когда Дух Святой сжигает терния грехов, то человек смотрит на мир уже глазами, помазанными мазью Духа. И делаются люди благовестниками благодати Христовой, 1 Иоанна. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сие три суть едина. Есть секты, которые не признают троицы, называемые свидетелями Иеговы. Хотя бы их правильно нужно было называть лжесвидетели от имени Иеговы. Или вводят четвертое лицо в виде Богородицы. Или отрицают троицу. Семь вселенских соборов утверждали учение Святой Троицы. И утверждали очень суровыми методами, как только было одержано большинством голосов мнения победителей. И в преследовании еретиков православные вели себя нисколько не лучше. Также заключения, тюрьмы и казни от них, не согласных с ними. 1 Коринфянам. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных нетвердых. И мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу. И эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах. Кто исследовал? Над нами давляет то, где мы родились, чьи мы дети, что впитали в себя с детства. И это легко проверить сейчас же. Начну с себя, а вы прилагайтесь к тому, что поймете. Я читаю Евангелие, у меня Библия, никого из знающих рядом нет. Смог ли я бы додуматься до учения о Троице? Конечно же нет. Может быть даже и не подумал о том, а верил бы и спасался. Кто кому равен? Чего поклонения выше? Кто старше? Этого мне и в задачу Библии не ставят определять. А об этом в семь столетий гремели мечи в церкви. Не о проповеди дело шло. А на рене мира появилось новое учение Магомете и уже набирало силу. И нигде ни слова до Кирилла и Мефодия не слышно. Проглядели, не шли с благовестием в эти аравийские страны. По пустыням подвиги, чудеса копили. Пришел новый, с иным учением, и уже начали уничтожать этих подвижников. Это во мне обозы пшеницы. Дети Исава и Измаила начали наводить справки, где шатры Иакова раскинулись. Где от них христиане расплодились. Как слагать пальцы при крестном знамении. Да и само крестное знамение могли бы сам по Библии изобрести. Конечно же нет. И этого надо так и говорить. А как бы я тогда стал молиться? Примерно так, как священники при молитве во свете твоим узорем свет. Первый Тимофей. Так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужей, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Поднимать бы начал руки вверх. Оказывается, в первые христиане так и молились. Поисий Великий, чтобы доброго подвижника научить творение учению о Троице, приделал корзине третье ушко. Совершенно не могло понять, как этим можно было привести к познанию о Троице. Через это можно было бы только приучить не принимать учения о Троице. Ибо оно и не нужно, если судить по третьему ушку. Могли бы додуматься о крещении с тремя погружениями сам. Да никогда. И об этом в Библии нет даже намека. Но полное погружение в воду, в одноразовое. Мы так и должны говорить, что мы основу держим не в Библию, опираясь, а на учения святых отцов и соборов. Что касается богослужения, совершения всех таинств и треб, это почти никакого отношения не имеет к доказательствам по Библии. Это наше научение святых отцов и книг, написанных ими. И об этом так и нужно говорить всегда. Библия нам и здесь не нужна оказалась. А приближается суд Божий, когда слово Христово займет подобающее место. И она, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое и я говорил, оно будет судить его в последний день. Ну раз по нему будет судить, по нему надо и жить. Тут даже доказать, это ничего не надо. Откровение. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, Сирахов. Через меры трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто. При многих занятиях твоих о личном незаботе, тебе открыто очень много человеческого знания, ибо многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их. Псалмопевец писал по вдохновению разные великолепные псалмы. Кроме 118-го, 176 стихов, есть и коротенький Псалом 130-й. Почему он так краток, как у изнемогающего человека? Долго думал, исследовал, и вдруг страхнулся и сказал, не моего этого ума дело, и не нам это решать. Жил до сего дня без этой тайны, проживу и дальше. Есть много других вопросов более насущных. Псалом 130-й. «Господи, не надбивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа была во мне, как дитя, отнятой от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». У Бога есть имя, страшный, при том это имя повторяется во многих местах Библии. Для чего это? Чтобы боялись изыскивать о Боге, додумываться с чего-то о непостижимом неме. «И говорил, Господи Божий в небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Ибо Господь Бог наш, ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Солом 64 «Страшный правосудий, услышь нас, Божий, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг него, да принесут дары страшному. «Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно!» Сирахов. «А один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем, Господь». Слово «страшный» встречается в Библии 189 раз, и еще «страх» 231 раз. Значит, Богу угодно, чтобы в нас было трепетное отношение к Нему и к Слову Его. Бог угрожает карами, анафемами за искажение Слова Его, великого и страшного, галатам». 1.8 «Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Притча. «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом». Откровение. «Боязливых же неверных и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей и всех служецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». «Но православные не знают ничего этого. Живут в младенческом неведении относительно всех этих божьих грозных и страшных запрещений. И их в этой тьме и невежестве умышленно, и страшно грубо, и твердо держат пастыри и архипастыри. И тем только и занимаются, чтобы что-то новенькое еще и еще придумать, и обязательно вопреки Библии, вопреки указаний Божьих. Вот уж где страшно. Кого Бог решил наказать, у того первым делом Он ум отнимает. Это про нас. И это ужасно и страшно, евреям. «Страшно впасть в руки Бога живого» – второзаконие. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца» – Захария. «В той день, – говорит Господь, – я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, и на дом Иудень отверзу очи мои, всякого же коня у народа поражу слепотою». Все перевернулось у православных в головах. «И когда говоришь об истине Христовой, точно по Писанию, они ярятся тебя убить и называют уже тебя безумствующим» – премудрость Соломона. «Безумные мы почитали жизнь его сумасшествием и кончина его бесчестная» – Иоанна. «Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушать о его деянии?» Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал – «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Не старайся понять умом непостижимое, и не ищи ни чуда нигде и никакого, в чем сегодня буквально сошли сума православные по всему миру со своими чудотворными иконами, новоявленными святыми убиенными. Непостижимое надо просто веровать, что Бог открыл о себе. Символ веры читается трижды при крещении. Вот в это и нужно верить. Цифра три означает полнота крепости. Бог есть любовь к самой Троице, одного лица к другому. И это всегда и в бесконечности, и безначально. Название Троица в Библии отсутствует. Подробное учение о Троице приписывается Блаженному Августину, которого еретики, не признающие Троицу, антитринитарии, люто ненавидят и даже на картинках выкалывают ему глаза. Хотя впервые слово Троица употребил Феофил Антиохийский. Так было при Сталине. Врагам народа в книгах на картинках выкалывали глаза по указанию учителей. Человек сотворен по образу Божию нашему бытие. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Тело, душа и дух у человека. В мире тоже Троично. Животный мир не тело только. Человек от тела и душа, соединяющие человека с духовным миром. Третий этаж – духовный мир. Павел был вознесен до третьего неба. Три этажа – ад, подземный мир, второй – данный мир, в котором мы живем, третий – царство небесное. Варвара Великомученица стала известна язычнику отцу по тремой окнам в честь Троицы. И строителям она сказала, чтобы проект изменили, и света больше будет, и лучше это, чем два окна в честь Солнца и Луны. Так наше строение – балерина трехэтажная. Тоже, может, кому-то что-то докажет? Бог показывает Себя только тремя свидетелями трех поколений. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Муж, жена и дети – это полнота, твердость, скрепление. Плотские или духовные? Человек может быть плотским или духовным, и может иметь семью, но всем дано направление к совершенству – жить по-английски от Матфея. Ибо воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Это третий ведет к совершенству, к небесному чину, к тройственному. Российский флаг в три цвета – это тоже интересно. Красная полоса – земля, пролитая кровью. Без кровью никто не рождался и часто умирает с кровью. Вторая полоса – небо синее над нами. Белая – это уже святость, белый престол Божий и святые в белых одеждах. Только российский флаг так отображает в себе и земное, и небесное. Это три состояния образно выражены. Первое – дьявола, которое второе – человековый, третье – ангельское. Каин убил брата Авеля и с пролитием крови бытия. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего, от руки твоей. Первая – не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Святых, живших даже не одновременно, церковь соединяют по три. Василий Великий, Григорий Богослов, Иван Златоуст, Гурий, Самон, Авив. Дьявол во всем старается подражать, обезьядничать, копировать Бога. Троица, Откровение, 13 глава. Сверь, уже пророк и претещий его, Энгельс, Маркс, Ленин. Был четвертый, и его выбросили, Сталина. Треугольник из всех фигур, самое жесткое. Треугольником варят фермы, леса, строительные и все, что желательно иметь крепким и жестким. Треугольник употребляет сумасонов. Трезубец, дьявола губит. Дева, Ева, древо опознания добра и зла и смерть Адама. И этим же спасает Бог, Дева Мария, древо Креста, смерть Креста. Три мировые войны. Две из них начали немцы. Можно догадываться, кто начнет третью, Германия, соединились. Три Рима, а четвертому не быть. Рим, Константинополь, Москва. Три храма, Соломонов, Зарававелев и Тприантихристы. Древние ведьмы, предсказательницы Пифии. Начиная пророчествовать, садились на треножник, из которого через них, в них ходил злой дух. У Гегелевой триады было что-то от понятия о трехступенчатости. Кто-то вздумал свою организацию назвать этим видом языческих утешений. Вдруг тут потравилось многое множество. И назвали этот шинок триада или три яда. Там на автовокзале покупали. И когда уезжали, их рвало, автобусы переворачивало. Крест составлен из трех деревьев, Исайя. Слава Ливана! Слава Ливана! Ливана придет к тебе, Кипарис и Певк, вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. Я вам даю такую информацию, что просто боюсь за вас. Литургия из трех частей. Проскомидия. Литургия Глашеных. Литургия Верных. Трехстепенная иерархия. Епископ, Пресвитер и Дьякон. У дьявола везде так же, на три степени, военные. Сержанты, офицеры и генералы. Три степени поздравляют в приказах министра. Почему не пять, не две степени? А Святой Троице посвящено Писанию, 2 Коринфянам. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Есть заповедь о благоговейном произнесении имени Божия. Исход, 20 глава. Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. И чтобы не согрешить против этой заповеди, евреи заменились имя Божие и Егова на Адонай, что означает Господь. Так мы и должны относиться к Духу Святому. Потому что угроза велика, Матфея. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем. Интересно, придумали, сейчас пишут у евреев. Бог пишет Б, черточка Г. И некоторые русские тоже начинают. Когда ни одна черточка, ни одна йота не пропадет в самом страшном имени Божия, имя Бог, выбрасывают букву. Это еврейские штучки. Зачем же вы это делаете-то? Бог. И нигде главное. А тут и сразу увидят что-то новое какое-то окажется. Давайте тоже себе так делаем. Обезьяны. В еврейском языке гласных букв нету. Они пишут Б. Да не надо. Сегодня-то пишут гласных нету евреев. А у нас есть гласные. В Марокке наводить-то. Б и Г. Б пишет тире и Г. Б Бога так Б тире Га. Как у старобрядцев. У них ударение на предлоги. Надейся на Бога. Так он сейчас надеется на Бога. Да на Бога. Чего? Вот у тебя то же самое, француз. Давай. Устройство земное по образу небесного. Три свидетеля и три предупреждения. И после третьего отнимает жизнь. Воламова ослица на третьем противлении начала говорить. Увидел и он ангела. Три горда убежища на каждом берегу. Твои знания могут не охватывать только трех вещей притчи. Преисподняя и утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою. И огонь, который не говорит. Довольно. Три вещи непостижимы для меня. И четырех я не понимаю. Пути орла на небе. Пути змея на скале. Пути корабля среди моря. И пути мужчины к девице. Такого в пути жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой. И говорит. Я ничего худого не сделала. От трех трясется земля. Четырех она не может носить. Раба. Когда он делается царем. Вот Ульянов пришел. Глупого, когда он досыто ест хлеб. Депутат. Пасорную женщину, когда она выходит замуж. Вот это теперь она вышла за какого-то олигарха. И теперь там трясется. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. Крупская Надежда Константиновна. Три дня и он в ките. А Христос в земле. Убитый Илья и Енох. Енох. Ну понятно. Даже от Енох какой. Уж ясно, что все знают, что Енох. Вот где надо букву здесь. Наставить на последнее ударение там. А тут Енох. Ну вообще. Три дня. Будут лежать на улицах Иерусалима. А вот Иерусалим как можно сказать. Иерусалима. 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 Тут знаешь сколько вариантов. И тут и так ударение на И. На предпоследнее слово. Ну у нас так принято. Иерусалим. Все на этом. Богу нашему славу в обете. Спаси Христос.